Уже четвертые сутки жители 14-го дома на маршала Жукова задыхаются от зловонного смрада. Подвал под их домом превратился в бассейн из фекалий. И с каждым днем ситуация ухудшается. Не так давно местные закончили ремонт подвала, заменили канализационные трубы и провели дезинфекцию. Теперь, говорят, все на смарку. Снова появились блохи и тараканы. Жижа уже просачивается на улицу. Оно уже просто снаружи. Не только все. Оно уже с подвала начало выливаться. Как вы видели через дверь входную. Вот так вот и заметили. И недолго мы ждали. Пошел запах, мягко говоря. Маленький ребенок, кому год, он не спит. Он кричит, ему дискомфорт этот запах. В квартире жарко. Окна все открыты, но это не спасает. Потому что вон с туалет и с ванной. Она уже в парадной. Ну, отвратительно. Эти мухи, эти тараканы полезли. Аналогичная ситуация и в подвалах нескольких соседних домов. Зловонная жижа стоит в ливневках и колодцах. Проблема с канализацией, рассказывают местные, появилась более полугода назад. Первым пострадали жители 24-го дома. Мы вызывали службы, мы оставляли заявки, обращались к коммунальщикам. Вроде приезжали, какие-то минимальные работы делали, но эффекта никакого не было. Сейчас из-за того, что глобально проблема не решена, страдает из-за этого весь микрорайон. На месте работают сотрудники Инфоксводоканала. Они проводят работы по прочистке канализации. Саму закупорку уже обнаружили. Все проблемы из-за забитого коллектора диаметром 600 миллиметров. Это могут быть свитера, это могут быть куски кровати, телевизоры, банки. Ну все, что хочешь. Что мы только не вытягивали из канализации. Вторая проблема, это когда сливаются жиры под заведениями общепита неконтролируемые, они потом твердеют. В итоге диаметр трубы постепенно снижается, снижается, снижается. И в какой-то момент что-то цепляется и линия перестает работать. Что стало причиной засора, в этот раз еще предстоит выяснить и устранить. Займут эти работы, отмечают в Инфоксводоканале не меньше недели. Еще минимум 7 жарких дней жителям школьного придется провести в атмосфере зловония и антисанитарии.